Лови яблоко, яблоко моего! В глаз! Привет, люди! Это ожидаемый Монстр Хантер! Но перед тем, как мы начнем, я должен вам быстро кое о чем рассказать. Чекамон Гейм, канал про Дарк Соулс. Что тут происходит? Черт, мне нравится название на этой превьюшке? Вообще, мне нравятся все новые каналы, которые я нахожу на ютубе с играми, летсплеями, стримами. Потому что они делают что-то необычное и качественное. Я посмотрел его видео по Heavy Rain, он там играет с женой или с девушкой. Может быть, это какая-то совместная девушка-жена, я не знаю. И здесь просто набор из моих любимых игр. Это Bloodborne, это всякий Хадкор, Metro Last Light. В общем, классный канал, заходите, ссылка в описании. Я думаю, вам понравится. Тут еще и мой любимый Монстр Хантер. Я не знаю, как этот чувак просто взял и выбрал все игры, которые мне нравятся. Так, все, я рассказал. Я молодец. Кто молодец? Я молодец! Все, пошли уже играть. Доска заданий. И нас ждет самое приятное задание. Вопрос в том, почему оно самое приятное? В чем прикол? То есть, мне делать ничего не надо будет, никого убивать. Если так, то оно действительно... Кстати, расскажу про одну интересную вещь, ребята. До сих пор абсолютно бесполезно искать в игре напарников. Более того, кооперироваться с ними невозможно. Просто нереально. Из-за того, как устроена игра. Было бы намного лучше, если бы из игры сделали просто ММО. Как в Destiny. То есть, когда люди просто коннектятся к тебе рандомно. И ты играешь с ними. Это намного прикольнее. И там не нужна коммуникация вообще никакая. Здесь же без коммуникации ты не сможешь играть, по сути. Кстати, возможно, я закоплюсь с Гидеоном. Если смогу пройти нескольких чудовищ, которых он уже победил. И у нас будет классный коп. И я решил сделать монтаж, ребята. Моя мечта осуществилась. Я мечтал просто сделать монтаж по этой игре. И стримов по ней не будут. Будут исключительно монтажи красивые. Давно пора. Ух ты, новая локация. Дикагорье. Я думал, мы опять туда же пойдем. А тут уже пустыня. Класс. Господи. Зачем нам везем рога какие-то на повозке? Слава богу, на деду помогла. Идет пенсионер, толкает тележку. Почему он вообще ее толкает? Дед, иди на пенсию. Мы ждали целую вечность, чтобы заполучить нужные данные. Не подвергай нас опасности, охотник. Не волнуйтесь, тупой хуй следит. Бессонную ночь выдавь. Не дождусь следующей вылазки, чтобы своими глазами увидеть находку. След нашли в пустынной области Дикагорье. Веди нас, дружище. Да, Дикагорье это смесь твердой почвы, болот. Здесь своя уникальная экосистема. Мне это нравится. Действительно различающаяся локация. Так круто. О, да. Вода проводит сквозь песок, собирается внизу. Отсюда и болото. О, ну вот. Ей надо карабкаться наверх. Неужели? Наконец-то. Может, передохнем? Смотрите, Дикагорье. Здесь мы найдем то, за чем пришли. О, это плохие звуки. Вы это слышали? Да, я слышал. Всем быть начеку. Не разведаешь, что там на парке. Да, я уже иду. Мне кажется, скучно стало. Давайте кому-нибудь набью рожу. Ну и дела. Рэтиана? Ни хрена, это же дракон. Я ли меня затопчу? Рэтиана? Это дракон с картинки с игрой. Сейчас пизды получат. Вы знаете, что это означает, друзья? В таких случаях важно сохранять спокойствие. О, нет. Оно идет сюда. И бежать со всех ног. Пошли, пошли, скорее. Да я свучу, чувака он орет. Можете выстрелить из самострела, чтобы отвечать? Да на хрена? Давайте зарежем. Вот. Все, бежим. На самом деле, надо расслабиться. Надо представить, что это просто огромный петух. Это просто очень большой петух. Больше, чем я привык. Да и не надо никуда идти. Ребята, у меня что, кинули? Ну вы умные. Ребята, все, я тоже за вами. У меня нет цели сейчас убивать этого монстра. Мне нужно просто идти за ребятами, чтобы они выжили. Ну все, монстр капут. Монстр ушел. Уф, пронесло. Да, может стрелять можно. Я забыла. Нет, черта злее, чем от Ратиана. Ну, строго говоря, чем любая Ратиана. Но мы могли бы добыть ценную информацию. Наверное, стоит отправить тебя за образцом, да? Конечно, я хочу замочить тварь. Мне говорили, что Дзора Магдарос огромен. Но я до сих пор в шоке от его размеров. Ханханза. Верно. Он превышает размеры, указанные в гильдейских архивах. Ну, подрос, наверное, кушает хорошо. Хм, сколько же я должна пройти, чтобы он вырос до таких-то размеров? О, смотрите. Апцеросы. Местные травоядные. Погодите-ка. Почему они убегают? Это же черепахи. Какие это апцеросы? Уже они напуганы. Причем бегут они оттуда. Видишь? Капцеросы чуют угрозу. Они занимают защитную позицию. Это хвостом вверх. Чтобы там не было, оно может угрожать нам. Надо быть начеку. Там справа живут кошачьи племена. Я вижу по мини-карте. Видите, прекрасно. Он просто огромный. Удивительный экземпляр. Да где? Что? Я не вижу. Ничего нет. Это? Это какав какая-то здоровенная. Уже совсем близко. Отличная работа, охотник. Почему всеми сгребаем старую грязь? Я не совсем понимаю. Так, посмотрим. Что нам приготовил Зора Магдарос? А, вот оно. Я думал, это вот это громадина. Оказывается, это какашечка маленькая. Тут везде летают какие-то виверны. Нехорошо. Ух ты. Вот это у меня личка. Секс. Петлички вылетели из моих трусов. И полетели-ка. Там. Еще одна зацепка. Я первый, Эврика. Нихрена себе, лилипута, офигель. Семь гномов. А я Белоснежка. Ну, учитывая цвет моих волос, я вполне себе. Такая аравийская Белоснежка, жена Аладдина. Что это значит? Нам, пизда, ребят, валим отсюда. Какой-то бород приехал. Яйки меня затопчи. Это же бород. Да, ребят, валите, вы бесполезны. С ним буду драться я, воин света. Лови яблоко. Яблоко моего. В глаз. Скорее. Да у него на голове. Он напоминает мне твердого лба из Человека-паука 90-х, который таранил корабль. Это все, что я запомнил. Ух ты, класс. Видите, какую чимбербимбер сейчас будем глушить. Так, ученые еще в опасности. Нужно избавиться от борота. Да не хрен делать, девочка. Слушай, не волнуйся. Я обеспечу ученым безопасность. Чего ты мое что-то телегу только толкать умеешь? Да иди сюда. Черт, хотя он чем-то плюется. Я не пойму, что оно какает, что ли? Чувак, мы деремся, потом посрешь. В чем проблема? Твою ох ты. Вот, больно. Это может быть опасно. О, да-да, исцеляющая оса, да. Спасибо большое. Так, все, разгоняемся. Вертуха. Разгружаем знакомленную энергию. Понял, сука, повреждения. Уже дважды части тебе повредили, сука. А да, это начало. Я только начал разогреваться. Уф. Видели, как он могет? Он раз... Главное, чтобы он тоже то, зачем мы пришли, не начал херачить. Он пинается. Мое оружие для этой твари, оно как карандаш. Знаете, я заметил такую странную вещь. Ого, ну и рога. Надеюсь, у тебя крепкая броня. Крепкая. Посмотрите, там какая-то тварь огромная вылезла. Вы видели это? Или это только я один вижу? Ладно, нас пока не стоит только оборот. Пока что. За остальными тварями позже приедем. Где же мы и подрались вместе? Я посмотрел на бой двух огромных детин. Алеша Попович против Добрыни Никитича. Давай. Господи, это больно. Чувак, ты думаешь, мне приятно? Я стараюсь видеть его под жопу. Жопа слабое место любой твари. Даже человека. Тут вообще прикольно. По песочку так можно кататься. Мне нравится. Ох, ты бастой. Он убегает. Я не ожидал. Значит, я ему сильно урона нанес. Куда побежал? Чувак, я тебя все равно догоню. Но он быстрый, несмотря на то, что он весит с камня. Дико быстрый. Так, о, это мой шанс. Надо залезть наверх. Залезаем наверх и прыгаем на спину. Чувак, иди сюда. Твою мать, как мне повезло сегодня, да? Он сюда лезет? Господи, так мой план не... Ох, да, ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Прыгай на него, пока есть возможность. Твою мать, это как? Я на нее прыгнул. Опять побежал. О, господи. И-и-и-и, полетели. Камера испортила мне весь полет. Давай, давай, быстрее. Я зачем тебя мясом кормил перед миссией? Чтоб ты его так тупила. Беги быстрее, давай. Папа-папа-папа-папа. Нифига. Я не пойму, что он делает. Он грязью мажется, чувак, перестань. Он лечится, что ли, в этой грязи? Ну, офигеть тебе, да? Он полечился. Офигеть. Я не думаю, он с кем-то дерется, со мной или он нашел себе другое занятие? И нам кажется, что тварям в этой игре немножко все равно на тебя временами. Они такие просто начинают делать свое дело, в какой-то момент забывая о том, что они дерутся. Но, возможно, это такая тактика. Несмотря на то, что я повреждаю оборота, я не вижу, где эти повреждения. Я ему тоже хвост не расколол. Если бы хвост... Вставай! Вставай, сейчас пизда будет. О, он орет. Ебут, что с моим котом? Что он делает? Что-то тварь разъярелась. Ну все, значит, ей уже совсем плохо. Что она делает? Она просто трясет головой. Он, наконец-то, вертушка получилась. Будет! Лечись, лечись. Да пей ты кофе, пей кофе. Все, нормально. Опять. О, она хромает. Так, это верный признак моей победы. Тварь, наконец-то, начинает хромать. Так, забираемся на эту скалу и запрыгиваем на тварь. О, черт возьми. Оно что... Куда? Мой кот сплавляется на плотах. Оно сидит в воде. А вы серьезно, что ли? Это шутка. Так, я прыгну на нее. Ну-ка. Оно спит? Серьезно. Оно спит. Проснулась. Я... Что это за тактика борьбы со мной? Тварь притворилась спящей? Это бред. Я сейчас вижу, что она спит. А прямо передо мной ведь уснула. Как это работает с точки зрения логики? В чем логика этих действий? Уснуть прямо передо мной. Да ебись ты, конек. Я вообще не буду запрыгивать. На всех тварей запрыгивал? На эту нельзя. Ну что, потому что она камень. Потому что я хуёно прыгаю. Эй, тупая срань, иди сюда. Иди. Иди сюда, смотри. Смотри, я здесь. Работает. Сейчас, да, такая тупая. То есть, кинуть в нее камень, и она бежит на тебя. Класс. Опять она кувыркается. Господи, она как мой кот по утрам. Хватит. Иногда виверны плачут горькими... Я подобрал слезу вот этой твари. Она плакать умеет. Если я был таким же стрёмным, я бы, наверное, тоже плакал. Чёрт, возьми, рыба пинается. Не, ну всё, это война. Это война, тупая рыбина. Иди сюда, я из тебя сделаю шашлык. Кит, хватит мяукать. Давай, действуй. Убий рыбу. Сделаю из нее скумбрию. О, нормально, всё, классно скумбрию получилось. Ну-ка. Гаджао. Какая-то китайская рыба. Эй, иди сюда. Иди сюда, давай. Неплохо, я по ней выстрелил. Я водяным... Ей что, мох водяной не нравится? Лови. Не, ничего рядом нет. Я занят. Как-то влиять на эту тварь. О, получай, почем. 68 урода, да. Ощути мой гнев. 20 минут, говна. Я люблю называть время, которое я потратил на убийство твари. Напишите, ребят, сколько в среднем вот другие ютуберы или вообще вы, если играли, тратите на убийство этой твари. Сколько другие потратили? Я потратил 20 минут. Ну, окей, 15. 15 минут где-то ближе. Можно даже 10. У-ху. А номер 2. А номер 2, ребята. Я убил чертова борота. Что было в этом сложного? На самом деле, все было максимально просто. Мне как-то казалось, что... Я думаю, с летучей тварью, с драконом будет сложнее. Хотя у него чешуя вроде не такая крепкая. Вот сложно сказать. Сложно. Я пока не знаю. Тогда я не выполнила на фоне какого-то растения, которое я не подобрал. Чистую тебя ноги, господи. Зачем мы телегу везли? Хорошо, что ты с нами. Ох, не переживай. Я нашла безопасное место для ученых. Надо бы их собрать. Но мне кажется, кал на анализ мы уже собрали. Мне кажется, я мог просто один прийти и скрести кал на анализ. Зачем телегу везли? Ох ты, это вы кто такой? Эй, ты из пятого флота? Да, это я. Значит, начался новый перелет древних. Время летит так быстро, что я за ним не поспеваю. Я ведь тоже охотник. Из первого флота. Ух ты, значит, ты. Может, расскажешь мне свою историю? Давай найдем место удобнее. Значит, старые друзья в порядке. Хвала небеса. Похоже, добрые ученые с годами совсем не изменились. Можно спросить? Ты выслеживаешь чудовище, которое оставило эту огромную кучу говна? Так и я. Все кажется таким простым. Иди по следу, узнаешь правду. Что ж, рад знакомству. Недалеко отсюда мой лагерь. Думаю, тебе и остальным будет полезно это знать. Передай командирам, что я жив. На определенную силу направляет меня. И я намерен высеять, куда она меня ведет. Если та же сила направляет и тебя, мы обязательно встретимся еще, когда все это кончится. Не поздоровайтесь даже. Ох, бедные гномы. Это был тот, о ком я думаю? Да, да, именно он. Именно он. Кстати, узнал тут новость. Оказывается, эта игра выйдет на ПК, но в сентябре. О, Полика прокачался. А я где? Где написано, сколько у меня прокачки? Это вообще есть такое? Или я что-то не понимаю? Молодец, так держать. Благодаря тебе наши люди в безопасности им узнали много нового. Пока тебя не было, мы начали размещать все точки, где были найдены следы на топографических картах. Ученые считают, что совсем скоро ему даст определить точное местоположение отзора Магдаросса. Но пока, учитывая его кучи, как можно его не найти? Или этот мир размером с Африку? То есть, как можно не найти огромную кучу горящего камня? Просто ты забираешься на гору, осматриваешься, и вот она, ты ее нашел. В чем проблема? Окей. Ну, уже один ученый отстал от сопровождающих. Мне нужно, чтобы пятый флот нашел его, обеспечил его безопасность. Ученый отстал от сопровождения, пока собирал информацию в Дикагорье. Так, ладно, отправимся за отставшим ученым. Отправимся в Дикагорье немедленно. Тот человек, который тебя встретил, он из первого флота, единственный виверианец во всей экспедиции. По правде говоря, он играет важную роль в нашей работе, но недавно мы потеряли с ним связь. Он сказал, что раскрыл тайну этого континента и тут же ушел. Вечно так. Нельзя же по-простому обязательно над скольным заковыкой. Я предлагал пойти с ним, но он отказался. С тех пор его никто, кроме тебя, не видел. Конечно, когда он ушел, я был в ярости, но если честно, сейчас я просто рад, если он говорит, что беспокоится не о чем, то и я не буду. Он непременно вернется, как будет к этому готов. Спасибо за доброе известие. Серьезно. Ну, дед, что ты можешь сказать? Ты молодец. А, мы можем сделать новый костюмчик для кит. Давай, я хочу новый костюм для кит. Я никогда не устану. Смотрите, как этот негр машет молотком и радуется. Где вода? Черт возьми, я хочу попить водой. Ее нет. Платье для кит. Ура. Используется. Конечно, используется. Еще оружие новое ему можно сделать. Ты исторический какой-то воин с молотком. Класс. Мне нравится. Предпросмотр можно? Сможешь подемонстрировать? Нет? А, предпосмотр это если у меня нету. Можно вот такую бы броньку ему сделать. Было из малахитовой руды. Она, конечно, красивая, но черт возьми, вот это защищает получше. Так что будет в платье ходить. Но он кот, я думаю, без разницы в чем ходить. Он не фэшн-звезда, как я. Я тут никогда не был, кстати. Что это за оружейное? Да, я хочу купить оружие, может, новое. Я хочу новый силовой клинок. Вот я хочу с мечом. да, вот это. Простой топор флота. А, нового ничего нету. Я думал, новое что-то будет. Не, 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 здесь все то же самое. А если продать, если я хочу избавиться? Скажем так, старой ненужной брони. Можно. Класс. Сейчас ты сделаешь. Мяус кулистый шеф-повар. Что у тебя такое, котик? Иии, он такой милый, хоть и рычит. Лежу, ты не прочь, подсобить столовую с ингредиентами. Вот это по мне. Просто возьми задание нет боли, нет результата и гроза дикогорья и выполни их. Если все получится, наш мем будет внушительнее, чем бицепс трицепса или хз, что. Зачистить территорию, чтобы мои ребята могли спокойно добыть необходимы. Смотри, не подведи. готовить, да нахрен мне оно надо. Можно мясо или рыбу или что-нибудь нормальное. Если тебе горячет его, одень что-то защитное. Котик, ты же шерсть обожжешь. Мне жалко этого кота, он стоит у духовки, это опасно. А вот и куча кала, которую мы нашли. Умный биолог. Я могу довериться только пятому флоту. Ни хрена себе, это эльф. Ушастик. Прекрасно, пятый флот. Вы-то мне и нужны. Сейчас мы отряд исследовательской экспедиции по поиску и поимке изучаем поведение Кулу Яку. Я его дважды убивал. Второй раз был за кадром. Мы надеемся поймать его живьем, дать святичкам запомнить его особенности, а потом отпустить. После этого мы сможем досконально изучить его образ жизни. А что может быть лучше этого? Поэтому я шел попросить помощи пятого флота. Я хочу, чтобы вы поймали его для нас. Здание называется Поищение похитителя. Мы им рады любой помощи. Ну, я как-то так и не научился ловить тварей. В комментариях, если кто-то хочет мне помочь, потому что я не хочу обучал почитать по-быстрому, так быстрая помощь. Я понимаю, что ловушки надо крафтить и все остальное, но если расскажете подробно, я скажу про вас в видео обязательно. Наверное. Ладно. Думаю, на этом мы и остановимся. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сами Знаете Кто. Если вы не поставили лайк, то ты пидор. И всем пока, ребята. Надеюсь, что вам понравился сей монтаж, потому что вот сейчас я записал где-то 36 минут материала. Посмотрим, а что они превратятся. Я кончу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok